На сайте получается вклад в смс. Так. То есть на данном... Привет, Камер. Как в успехе? Все хорошо, спасибо. Как прошлый сезон? Я слышал, что достаточно успешный был. Прошлый сезон был очень успешный. Несмотря на определенные опасения наших французских партнеров, система велопроката на французской, они все опасения в конце сезона свои развеяли. Что касается новых станций, к тем семи, которые были в прошлом году, прибавляется еще пять, да? Где они будут? Да, мы планируем прибавить еще пять станций. И вот на схеме станция около метро площадь Тукая, станция около гостиницы Шалябин, станция около Ленинского садика, около Института физики, университетско-астрономической, и станция около метро Кумилевская. Все станции продуманы как раз так. В зависимости от тех маршрутов, которые люди в основном катались в прошлом году. Вот пожелания какие-то от велосипедистов. Кстати, что недавно, когда были в Европе, вообще это общепринятая практика, и экс-мэр Колумбии, столица богаты, Пенелопес говорил об этом, что на выходные, на субботу, обычно на воскресенье, закрывают какие-то активные для проезда улицы, для того, чтобы они были только пешеходные, или только велосипедные. Есть какие-то предложения, показания? Знаете, да, как раз в этом сезоне мы вводим новый вид абонемента. Абонемент на три дня, и он получается очень удобный для как раз выходных дней, пятницы, субботы, воскресенья. А по статистике нашей, как раз именно в эти дни, наибольший пик аренд велосипедов, мне кажется, дорожанам и гостям в нашем городе будет очень удобно. Это новый тариф. А есть предложение по какой-то улице, чтобы ограничить движение в выходные, в воскресенье, например, запретить движение автомашин, чтобы они были только для велосипедистов и пешеходов? Ну, вы знаете, у нас улица Баумана и Петербургская уже пешеходная, а очень красивая улица, Кремлевская. Можно было Кремлевская. Ну, давайте обсудим это с ГИБДД, внесите предложение, это все-таки вопрос, всегда требующий вопрос охраны, безопасности движения. Возможно рассмотреть. Ну и набережные. У меня сейчас как раз назначено совещание по строительству и завершению набережной. Я думаю, хорошая возможность сделать ее на велосипеде, проехать, посмотреть. Заодно и обсудим. Сломанных, там исковерканных, каких-то вот таких этих вандализм не так много, да? Всего лишь два. Из 140 велосипедов, которые в прошлом году у нас ездили по городу, всего лишь два. Просто когда начинали, мне на самом деле, вот наши партнеры французские, они говорили, вы должны быть готовы к тому, 80% велосипедов будет или сломано, или своровано. Это, говорят, так стартовали в Париже. Я еще подумал, я говорю, ну неужели это... Они говорят, вы даже не сомневайтесь. Будете счастливы, если половина, говорят, потому что, уж насколько парижане воспитанные, говорят, поэтому я тогда еще подумал, думаю, не может быть, чтобы наши казанцы оказались такими вандалами. И слава богу, что мы оказались правы. Дай бог, чтобы этот сезон был такой же. Спасибо, Каня. Давайте, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я площадку делаю как раз для этого, для чемпионата мира. А, поводный вид спорта, она у нас здесь будет, да? Да, и мы должны углубить сейчас. Вид шикарных, конечно. И сколько... Мы сейчас по-другому не проектируем. Сколько глубина будет? Там что-то метр шесть надо или семь надо копать. А здесь сейчас глубина два метра буквально. Поэтому будем копать всю акваторию сейчас. И здесь будем делать площадку дополнительную. Вот в этом месте. Прямо перед центральной частью кафе вот этого прям будет пирс выходить такой. На постоянку он останется. Ну, это такой приличный. Пятьдесят на пятьдесят метров будет. Пятьдесят на тридцать. Сколько у нас сейчас длина всего всей набережной, вот первый этап, первый пусковой полукомплекс? До НКЦ это практически полтора километра. От... Отсюда. Отсюда, да? Отсюда, да, полтора. И там еще полтора. Ну, три километра у нас будет. Вот от этого. От ГИМСа до Миллениума три километра будет общий. Эта часть как раз, она две лодорешек, да? Это велосипедная, это велосипедная как раз дорожка. Поэтому она сделана в бетоне. Здесь и на ролях катается, здесь и будет разметка сделана. Она потом переходит у нас в правую сторону. Две части пешеходные и одна часть велосипедная, роллеровая такая. Часть полностью остается. Ну, тут, в принципе, даже несмотря на такую предстоящую большую, большое количество отдыхающих, места для всех хватает. И пешеходные. Не, не, здесь три километра, здесь просто огромное количество людей рассосится полностью. Вчера ночью, возвращаясь через казан, проезжал. Время где-то час ночи. Народу вокруг казана, машине просто яблоко упасли. Да, да, а сейчас лето, сейчас это как будет? Что касается благоустройства, вот еще какое количество деревьев будет высажено? Ну, мы убрали ели, вот эти плохие ели здесь были. Сейчас мы будем. Убрали, потому что не прижили? Ну, они плохие были просто. Макушка выявляет, это мы все убираем. Вместо них крупномера, да? Сейчас у нас подрядчик один приезжает по деревьям, питомник один на следующей неделе. И я сам потом выйду. Ну, мы сейчас ограждение уже, дальше НКЦ пошли, вот там работают у нас сейчас на данный момент. Сроки ввода в эксплуатацию, какими этапами? На самом деле, этот этап, здесь уже такой процесс, это не какое-то здание там, где дверь закрыл, открыл. Здесь люди ходят уже, используют и катаются. Как бы, ну, процесс работаем, но а так, чтобы так вот открыть в августе месяц. О, к дню города завершил полностью, да? День города, день республики. 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 Продолжение следует...